Ой, 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 ни хрена, бляха, 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 ля, это очень круто, чпойник, и теперь эта штука открылась, мы заходим, ага, все окей, иногда лучше не знать, что происходит на самом деле, а ты расскажи, ну тогда давай прогуляемся, ну давай, знаешь завязку, кто-то придет, кто-то попытается тебя убить, вопрос в том, кто именно, сталкер, здорово, вопрос только в том, кто именно, габунку, чел с маской, или просто непонятная рожа, не думай о том, что сейчас видишь, просто отвернись и не обращай внимания, у тебя это всегда отлично получалось, да, вот это прикольная, кстати, тема, я люблю, когда уровни начинают меняться, но когда это еще сопровождается какими-то комментариями, типа отвернись и не думай, это вообще охрененно, это еще больше усиливает эффект, у меня вот сейчас даже не столько страх, ах, сколько такие, знаешь, мурашечки, и это офигенно, ладно, возможно, у игрушки будет реально достойный финал, бля, это аниматроник, Слушай, иногда в жизни наступает момент, когда ты чувствуешь себя в ловушке, знаю, да, ага, именно так, и чё, и главное, никогда не понимаешь, когда уровень повернется, и чё, реально ловушка, игра такая думает, вот, игрок начнет тупить, не понимать, все, паника, а мы с вами паникуем, ага, так, присесть не могу, ля, или все-таки нужно что-то сделать, вот, да, 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 ты принимаешь любой появившийся выход, и опять же таки, я не понял, как это произошло, ну ладно, так, лезем, реально 5-найтс от Фрейс какой-то, еще кто-то пробежит, да? Ёпс, ни хрена себе крыса здоровая, прям какая-то свинота, я бы сказала, не крыса, так, продолжаем лезть, что происходит в этом доме? почему я все время в него возвращаюсь? ты наверняка много думал об этом, или наоборот старался об этом не думать? ля, звезец, тварь, нас, короче, подставили, нас специально этот дурачок завел в этот дом, он все знал, ой, 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 ни хрена, бляха, бляха, че происходит? че вы все сразу-то навалились? спокойно, с ними ты уже разобрался, иди дальше, я приготовил тебе небольшой сюрприз, короче, тот чел, который сейчас с нами разговаривает, мы приходим, там тоже такая, знаешь, очередная пещера, он сидит на троне, он такой прям, состоит из 20, я не знаю, голов, у него 500 ног, а, сейчас машина нас обьет, да? это же гараж, а, или нет, окей, все, у тебя здесь не было, да? да, давай я тоже буду так разговаривать, изменилось каждое новое дело, именно так, о чем ты думал перед тем, как отправиться в тот дом? чтоб заработать, я делаю это ради семьи, этот раз точно последний, но в этом ты был прав, бля, какой-то лютейший просто психодорик, все ради них, твоя любимая мысль, да? они ни о чем тебя не просили, но ты ведь уверен, что крал только из-за них, адреналин не имеет к этому никакого отношения, перед тем, как уйти, давай-ка проверим, как хорошо ты все запомнил, открой щиток, и перережь синий провод, серьезно? ну это какая-то хрень, ну в смысле, открой щиток и перережь синий провод, а я не знаю, что сейчас делать, зная весь бэкграунд, нужно перерезать не синий, но с другой, блин, это очень сложный выбор, смотри, с одной стороны, он это с такой интонацией произнес, типа, посмотрим, как ты все запомнил и усвоил, перережь синий провод, и мы знаем, что всегда, типа, нужно перерезать синий, вот если бы он сказал, знаешь, типа, посмотрим, как ты все усвоил, перережь белый провод, у нас бы возникнуть диссонанс, типа, всегда нам говорили синий, сейчас белый, а сейчас вроде, он говорит правильно, но говорит с какой-то ухмылкой, и вот это меня пипец смущает, я не знаю, что делать, ну хрен с ним, что, будем играть по правилам, давай синий перережем, дело было проще простого, перерезать синий провод, правильно, потому что, возможно, если бы перерезали белый, нас бы кокнули, типа такой, и хочешь вернуться к семье, может, найдешь нормальную работу, 8 часов в день, 6 дней в неделю, надежно, стабильно, скучно, да нет, разная работа бывает, нет, ты же всегда был выше этого, да ты мне сам говорил, ходить на задание, дурачок что ли, если хочешь остаться со своей семьей, если решил отказаться от дела, я не могу тебя задержать, оставляй наушник и уходи, больше ты обо мне не услышишь, ля, слушай, ну, ну, у меня выбора нет, окей, оставляем наушник, а вот было бы классно, если бы типа оставить или нет, соответственно, тоже начинает все развиваться, но в любом случае, между этим дурачком и семьей, я бы выбрал семью, ну, да, все нормально, хорошая концовка, извини, я пошутил, похоже, что этот дом изменился, ни хрена твой голос, теперь тоже изменился, живу я, а я тебе говорил, что это за место, ты погиб, или сошел с ума в тюрьме, но в любом случае, теперь ты со мной, это ведь не могло произойти по твоей вине, так, ты не мог ошибиться, наверняка там просто не было нужного провода, или может с тобой был напарник, который дал тебе неправильную подсказку, это не могло быть твоей виной, все-таки подстава, ты хороший человек, пляха, капец вы затолпали, тпшится, сландермена хреновая, а что нам сюда, не сюда, не сюда, ой, пляха, ля, это очень круто, это очень круто, ага, и какой-то чел нас просто выкинул на хрен отсюда, но это еще не конец, нас ждет сохраняшка, посмотрим кинцом, полиция сообщает, что нашла виновного в гибели молодой семьи, погибшей в ходе пожара на востоке Лондона, им оказался 23-летний уроженец Лондона по имени, попытка ограбления закончилась трагедией, и все на нас повесили, да, грабитель попытался отключить сигнализацию, и вызвал возгорание, образовавшийся пожар привел к гибели оказавшейся внутри семьи, три человека, супруги и ребенок сгорели заживо, из-за эгоистичных действий задержанного, подозреваемый утверждает, что не виновен в смертях, так как не знал о присутствии людей в доме, ведь он никогда не бывает виноват, не так ли? Охренеть! На что способны всего несколько искр. Не бойся, ты действительно не виноват. В конце концов, кто знает, кем были эти люди? Убийцы, мучители, чудовища. Давай, придумай еще какую-нибудь причину, почему они должны были погибнуть. У тебя это отлично получается. И сейчас, короче, в конце окажется, что на самом-то деле никакого ведущего не было. Ну, не ведущего, а вот этого нашего напарника, который по наушнику все нам передавал. Это все наш внутренний голос. Я останусь просто с миллионом вопросов, на которые ответишь либо ты, либо я полезу в интернет. Ну, соответственно, ты в комментариях, а я в интернете буду все это гуглить, читать. Давай я дам тебе подсказку, кто в чем виноват. Как там было у тебя? Муж виноват в смерти жены, жена убила ребенка, ну, ребенок, я не знаю, был чудовищем и убил их обоих. Подойдет? Нет. Ребенок вообще ни в чем не виноват, не надо. Так, я хочу взглянуть на того, кто меня убил. Ля, еще делать. Это, это уже выбор, или я должен просто, что я должен делать? Ну, это, короче, муж, у него самый большой череп. Это жена, это ребенок, какая же странная логика. Ну, ладно. Опять же, исходя из сюжета, мы с тобой выяснили, что, как бы, муж был абьюзером, да, он убил жену, но это точно не повод убивать ребенка, ребенок-то при чем? Ну, типа, убей мужа, если он такой тиран, тебе прям уже задолбал, типа, жить ты с ним не можешь, страхи там и все такое, полиция не помогает. Ребенок-то вообще при чем? Соответственно, ну, в любом случае, мне кажется, здесь виновата жена. Муж виноват в том, что бил жену, а жена виновата в том, что убила сына. Но, извините меня, бить и убивать, это тоже разные вещи. Поэтому жена... А-ля, просто их нужно всех повернуть на круг, что ли? Походу, да. Ага. Ну, ладно. Опять же, я делал какие-то умственные, умственные умозаключения, а здесь все проще. Такого я не ожидал. Не думал, что нам придется прощаться. Ну, до встречи. В смысле принятия? Но у меня просто другого выбора-то не было. Ага. Жаль, что признание не может исправить прошлого. Ты знаешь, что убил их. И ты будешь помнить об этом, что бы ты ни выдумал. А значит, мы будем вместе. Я тебе говорю, это внутренний голос, это нихрена не... Диктор. Ля. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Когда я увидел пещеру и вот этих вот непонятных монстров, вылезающих, я такой, ну все, гг. Но потом все настолько хорошо, так скажем, исправилось, что мы с тобой еще оказывается не закончили. Серьезно? А сколько эта игра идет? Я думал, это прям финалочка. А че ты пропал-то, Диктор Друган? И че делать? Слушай, а мне как-то без тебя некомфортно, я не знаю, что делать. Да и по сути, мы с тобой здесь все уже истим. Демон, это не перебор. Нормальная консультация. Времени нет, нужно оставить как есть. С каких пор я начал с собой разговаривать? Я тебе говорю! Не могу больше. Нужно отвлечься. Это все был на что-то тренинг голос. Демон, это не перебор, нормальная концовка. Да нормальная, чувак. И голос, это соответственно, был нашего главного героя. Не могу выбросить детство из головы. Не знаю почему. Чего? Сейчас еще окажется, что это вообще наш дом. Я всегда знал, кем буду, когда вырасту. Мой отец позаботился об этом. Директор завода, влиятельный человек. Большие планы. И на меня были планы. Но для начала расписание на каждый день. Проснулся в пять, работа по дому, школа. А вечером настоящая работа. Он хотел идти по жизни вот по такому плану. Вначале младший помощник сортировочной цехи, старший помощник сортировочной цехи, перевод в разделочный цех, первый курс школы бизнеса, заканчиваем с отличием, заведующий цехом, помощник директор и директор мясокомбинат. То есть 35 лет это все вышка, пушка, достиг чего только можно, а именно директор мясокомбинат стал вообще молодец. Но! Он как бы понял, что это ни хрена не выход, потому что, ну, зарабатываешь мало, все такое, нужно кормить семью, нужно ездить на Ламборджини, и поэтому он начал воровать. И как раз таки ночью... Каждый день подготовка к будущему. 14 лет, младший помощник в сортировочном цехе. Можно было не считать. 15, старший помощник, заведующий цехом в 24, заменишь отца к 31. На сомнение времени нет. Готовься. Ради него я работал. Каждый день. Я видел это. Мне не с кем было поговорить. Некуда идти. О! Я даже не представлял, как. Поэтому, снова и снова... А, бойцы, зачем портить, дурачок? Это называется триггернул просто. Ля, ну, пока что все... Ну, я нашел выход. Очень хорошо. И какой выход ты нашел? А, ну типа грабить, да? Точнее, воровать. Это разное. Вор это тот, который типа втихую что-то тырит, а грабеж это когда там руки вверх, я этот, грабить или все такое. Типа, знаешь, с большим эпиком. Ну и то, и то мы, естественно, обсуждаем. Обсуждаем, мы осуждаем. Все, под конец у меня уже мысли идут куда-то не туда, потому что я, если честно, в шоке с того, что происходит. А что? Диван, березка. Ля, ну звездец с ногами на диван залез. Дурачок. Лэпсоп. А, книжка. А, все, он начал писать рассказы. А потом суп с котом и он поехал башкой, да? Еще. О! А потом пришел факс. Ему сказали, здравствуйте, это Марвел. Вы нам написали идеальный сценарий, спасибо. Письмо от издателя. Возможность уйти. И в 18 в свой день рождения я попытался уйти по-настоящему. Письмо из издательства моего приглашения в мир за пределами дома. Уважаемый мистер Мист. Мистер Туман. Надо было так перевести. Прошу прощения за поздний ответ. Я хотел полностью прочитать вашу работу Серый Джентльмен и послушать мнение своего коллеги. Скажу честно, ваш стиль еще не слишком оточен, однако меня заинтриговал ваш талант описывать атмосферу и поддерживать тон повествования. У меня до сих пор мурашки от этих мрачных описаний инопланетной бойни. Как раз таки все, что мы видели с тобой в подвале. Пожалуйста, ответьте на это письмо, если вы еще хотите издать у нас свою работу. Полагаю, что мое предложение сможет вас заинтересовать. С уважением, Джон Вочер, редактор издательского дома Агата. Нихрена себе, 18 лет написал рассказ. Какой молодец. И мы типа были в его рассказе? В его мярости. Запер меня. Использовал свои методы воспитания сильнее, чем обычно, но это было в прошлом. Я смог уйти, вот что важно. Забыть все это. Но главное, найти особенную девушку. У нас появился прекрасный ребенок. И жили мы долго и счастливо. Пока. Пока. Пока я не поехал кукухой. Это как знаешь в американских фильмах Hello dear, I'm home. И все такие бегут. Папа, папа. Вот сейчас прям такой стук лестницы был идеальный. О, чумодан, кстати. Знакомый. Листочек. Письмо от врача. Только после этого письма мы осознали, насколько все серьезно. Больница Ройн Лондон, соответственно, адрес 2 июня, 18 год. Уважаемый мистер и миссис Мист, как СМИ, только Мист, с сожалением сообщаю, что состояние Оливера ухудшается. Рио Циугат позволил облегчить его самочувствие и улучшить качество жизни, но он не способен устранить причины его проблем сердца. Я настоятельно рекомендую вам как можно скорее дать свое согласие на более радикальные методы лечения. Мы запланировали курс приема медикаментов, который имеет шанс привести работу сердца в норму. Я сомневаюсь в необходимости операции, но хочу предупредить вас о том, что она может появиться в будущем. Предлагаю обсудить лечение вашего сына при следующем посещении. С уважением, доктор Мэтью Пирс. Ну и вот поэтому он начал воровать. Да, шанс был. Зарисовка для второй главы, никаких лишних звуков или описаний, все внимание должно быть сосредоточено на каждом новом факте. Каждый шаг по лестнице отдавался протяжным скрипам. Люк в потолке вывел его на чердак, темный, лишенный всех следов звука и света. Единственное, что на мгновение могло разрушить тишину, щелчки старого фотоаппарата. Единственное, что помогло ему увидеть, секундный свет вспышки. Он нащупал ручку двери, приоткрыл ее и еще раз нажал на кнопку. За дверью неподвижно стояли фигуры. Ля, это реально был наш рассказ. Охренеть. О, здравствуйте. Петр Первый. Ага. Ля, это типа бесконечные счета за лечение, да? Капец. Ух. Ля, прикинь, это же разработчик, наверное. Если он это все вручную вставлял, я просто охренею. Возможно, есть какая-то команда. Ля, ну и сейчас звонок из больницы, что все звездец, да? С ним все в порядке? Врач говорит, что он стабилен. Ой, хорошо. Хорошо. Слава богу. Ты уже успела вздремнуть? Еще нет. Операция только закончилась. Ты как? Писал. Часть с маньяком готова. Я успею. Может, возьмем еще один кредит? Мы и так в долгах. Больше нам не дадут. Мне нужно только дописать и... Ты можешь позвонить отцу. Надин, ты же знаешь, нам нельзя. Я уже говорил с ним, у него были планы на меня. А теперь у него планы и на Оливера. Он... Он его сломает. Он настоящий монстр. А что за планы? Эйден, да мне все равно, кто он. Да пусть у него хоть рога будут. Мы о сыне говорим. Послушай, если он даст нам деньги, то уйти мы не сможем. Никогда. Нет, я... Я продам книгу, и мы все уладим. Эйден, твоя последняя книга до сих пор лежит в столе. Вместе с предпоследней. Откуда ты знаешь, что купят эту? В этой я уверен. Я тебе обещаю, это моя лучшая работа. Нужно лишь дописать ее, и все будет в порядке. Веришь? Один месяц, Эйден. Потом мы звоним твоему отцу. Я справлюсь. Обещаю. Просто скажи, что ты мне веришь, и я все сделаю. Один месяц. Ля, ну так-то его отец это дед нашего сына. и типа ни хрена себе. Он там нас не отпустит, он ничего не сделает. А сына, точнее, внука ты спасти не хочешь? Дед, блин. Эйден, ты в порядке? Нам нужно поговорить. Нет-нет-нет-нет-нет. Мне осталось только все проверить. Еще чуть-чуть. А, ну и вот здесь он скорее всего поехал головой. Эля. Прошло уже больше месяца. И я знаю, что ты работаешь. Просто хотела сказать, что Оливер стабилен, доктор ждет, и... 3D звуки. Слушай, если я попытаюсь все уговорить, она не поверит. Либо я заканчиваю книгу, либо... Сколько времени ты уже не выходил? Эйден, я не могу переживать за вас обоих одновременно. Мы должны решить это, и решить сейчас. Твой отец поможет, и... Все не так уж плохо. Ты сможешь вернуться к книгам позже, если захочешь. Как черту книги. Если он получит контроль, с Оливером будет то же, что и со мной. Она не понимает. Что бы ни случилось, мы пробьемся. И я уверена, что с твоим отцом все не так плохо. Мы договоримся. Или сообразим что-нибудь. Оливер спрашивал, где ты. Я сказала, что ты работаешь, но скоро придешь. Он скучает. Я тоже. Открою дверь, Эйден. Ты обещал. Так, здесь... Пожалуйста, пожалуйста. Здесь у нас выбор, открыть дверь, либо продолжить писать. Выбор. Да сейчас, подожди, подумать надо. Короче. Я просто хочу поговорить. Ну, тогда надо открыть, это же наша жена. Я обещал. Это еще какой-то там демон стоит. Жена. Все нормально. Мне понравилась та глава с призраком. Ты никогда не говорила своей матери. Это с ней не связано? Только не это. Я не хочу об этом говорить. Я подожду здесь еще немного. А потом... Что потом? Короче, сложно. С одной стороны... Нет, да с любой стороны по сути нужно открыть дверь, потому что она хочет с нами погодить, она хочет нас увидеть. Что за хрень? Мы закрылись в комнате, непонятно, что происходит. Она тем более вот по этим штукам вообще не поймет, там, готова наша глава, не готова. Вообще пофиг. Открываем. Я оставлю все это. Смогу вернуться, работать у отца. Мы... Что-нибудь придумаем вместе. Но... Мне осталось всего пару дней. Ага. А, серьезно? Ну, тогда продолжаем писать. Хорошо. Все, он, короче, объяснился. Нормально. Теперь можно продолжить писать. Осталось немного. Я закончил концовку. Нужно только отполировать, и... Ольга... Здоров. С нами. Надин не поймет, нам придется расстаться, но... Оно же того стоит. Почему придется расстаться? Подожди, мы до сих пор можем открыть дверь? Нет. Это... Неважно. Привет, Надин. Получено достижение цены ошибки. В смысле? Получено достижение последняя страница. Концовочка. Юри Лукин Плей Лукин. Ни хрена себе. Какие вот меня позвали бы озвучить игру, я бы такой... Здравствуйте, здравствуйте. А что, позвали? На Вэллу, кстати, мы с тобой недавно проходили, как раз таки с моим участием. Нормально. Короче, я чё-то нифига не понял концовку, потому что мы такие рассуждали, что нам делать, продолжить писать или открыть Надин, но Надин хотела просто поговорить. Типа, какой бы ты творческий человек не был, ты не можешь просто взять в своей вот этой коморке закрыться, вот так вот зашориться от всех людей и начать типа что-то делать. Ты должен выходить, ты должен общаться с людьми, ты должен гулять, свежий воздух в конце концов вдыхать. Рифма, рэп. Вот, я как творческая личность, как-никак, тоже тебе скажу, что порой действительно хочется вот просто от всех отстрагироваться, сесть и начать типа заниматься своим любимым делом, начать снимать видосы просто с утра до вечера и с ночи до утра. Но это неправильно, потому что, опять же таки, общение с людьми, какие-то до дефолтной прогулки, ты не можешь просто сидеть жопой прилипнуть к стулу и фигачить там 24 на 7. Именно поэтому я как бы выбрал соответственно открыть дверь и поговорить с женой. Потому что вначале мы с тобой нажали на эту дверь, он такой, ну, что-то типа ей сказал, но все равно при этом мы сели писать. И потом, когда был еще один выбор типа продолжить писать эту главу или с ней поговорить, я такой, ну, странно. Типа смотри, состояние сына улучшается. На крайний случай, если ты реально не допишешь, можно обратиться к отцу, который является дедом. Это типа не человек с улицы. Поэтому, ну, мне кажется, мы сделали все правильно. Мы типа открыли дверь, чтобы поговорить с женой. Потому что, ну, судя по ее голосу, он был довольно-таки встревоженный. Соответственно, очень долго мы с ней уже не говорили. Мы закрылись, у нас там была одна кровать в нашей этой комнате стояла. Почему мы с ней не спим, тоже непонятно. В конце он сказал, что вот мы типа в любом случае расстанемся. Тоже ни хрена не объяснили почему. Потому что он такой весь творческий, ему лучше жить одному, ну, типа, тоже как-то очень неоднозначно и странно. Тем не менее, вот, несмотря на вот этот выбор между продолжить писать роман или же выйти к жене, концовочка, короче, вот этот вот момент между конкретной концовкой и адом, в котором мы с тобой бегали от монстров различных, просто охренительный момент. Мне очень сильно понравилось, и там даже был какой-то момент, суть в том, что можно было бы уже на этом, по сути, закончить. А, когда мы с тобой черепки развернули, на этом уже можно было закончить, но нифига. Автор пошел дальше, он нам объяснил, что на самом-то деле это все был рассказ, который мы писали. И то есть, я уже хочу вроде как начать придумывать какие-то теории, связанные с тем, что, типа, как мы могли сжечь этот дом, если мы по нему сами ходили, и то, что этот чел нас подставил, потом я понимаю, что это внутренний голос, а тут бац, и снова все переворачивается, и оказывается, что на самом-то деле это в принципе рассказ, и этого ничего не было. И наша реальная жизнь такова, что у нас есть жена, у нас есть сын, который попал в больницу из-за болезни, мы пытаемся всеми силами соответственно заработать денег. Короче, блин, а может он реально воровал по итогу? Если он такой, знаешь, типа, весь писал рассказ. Ля, а вот давай посмотрим, может быть, сразу мы сможем еще одну концовку глянуть, я сейчас нажму далее. Короче, сейчас мы вообще не обращаем никакое внимание на реплики жены, и просто продолжаем в тупую писать рассказ. Это неправильно, я сразу говорю, ну, с моей точки зрения, но, как бы, вот пытаемся. Хорошо, что у вас храняшечка. концовку. Нужно только отполировать, и Оливер будет здоров с нами. Надин не поймет, нам придется расстаться, но оно же того стоит. То есть, видишь, судя из этой реплики, мы сейчас принимаем решение расстаться с Надин? Спасти ребенка? Нет, 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 нет. Мне осталось только все проверить. Ну, это вообще нелогично. Я все понимаю, я все понимаю. Я правда принял. Заканчивай книгу. Надеюсь, что у тебя все получится. Прощай. А, то есть, да, либо расстаться с Надин, либо спасти сына. Но это странно, Надин же жена, она понимает, что... Черт за хрень, получил на достижение затворник. А, ну и, в принципе, такие же титры. Просто получили еще одну ачивку. Короче, хорошо, выходим в меню, я тебе говорю еще свои, соответственно, мысли по этому всему. Жена должна была, ну, как бы, адекватно это воспринять. Что значит, типа, расстаться? Прощай. Она мне говорит, прощай. Так, извини меня, я работаю над книгой для того, чтобы заработать денег, и для того, чтобы спасти нашего сына. А она такая, прощай. И то есть, реально, там, получается, мы поступили неправильно, потому что вышли к жене, они написали книгу, и с ребенком, наверное, что-то плохое произошло. Хотя, опять же, это не читается, потому что, ну, она прям пришла связать ее о том, что операция прошла нормально, все хорошо, он идет на поправку. И, соответственно, вот этот выбор в финале, я вообще не понимаю, для чего был сделан. Но, опять же таки, все, что происходило до этого, мне пипец как зашло. Изначально думал, что после вот этих всех чудищ в аду все будет плохо, но нет, автор реально исправился, мне очень сильно вкатывает, когда вот эти вот, знаешь, всякие игры разума, что называется, происходят, и в кинематографе, и, соответственно, в играх, поэтому игрушка получилась, как мне кажется, очень-очень непредсказуемой в конце. Это прям 100% офигенно, я такое люблю. И, конечно же, скримеры, которые местами пугали очень даже хорошо, мы с тобой аж прям вздрагивали. Я надеюсь, что ты со мной также это все дело испытал, кайфанул, и тебе понравился данный ролик, данный летсплей. Если это так, обязательно влепи ему большой палец вверх. Также не забывай подписываться на канал, нажимать на колокольчик, учить все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов, и также подписывайся на все ссылочки из описания, и обязательно, в принципе, пишите ваши доводы, комментарии и мысли по поводу данной игрушки, данного финала, будет очень интересно почитать. Ну, а с вами был ваш Дакстр, всем хорошего настроения, всем удачи, и всем пока-пока. И огромное спасибо тебе за просмотр.